всем доброе утро сегодня у нас воскресенье 13 октября у нас все это время паильник стоял без вот этого носика а теперь я его решила вставить я смотрю стёпе то получается мы его купили по моему еще стёпа и бонни у нас не было они даже не видели что так можно было всегда вот так у нас просто вот так водичка была а можно делать вот так мне кажется стёпе эта идея очень нравится потому что они постоянно с алисой стёпа и алиса запрыгивают в раковину и мы делаем ну я в видео снимала и они с раковины с тоненькой струйки пьют водичку звук конечно мне очень нравится боком он не ставится как тебе такая идея стёпка уго Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok между собой как получается и нам нужно с вами раскатать круг поэтому у меня такой помощник коврик вот так у меня получается и я возьму себе в помощники поднос и лишнее тесто отрезаем где-то у меня получился диаметр 30 сантиметров лишнее тесто убираем у меня есть такой камамбир тут его 2 2 кусочка и еще в наборе идет жиролынный соус будем подавать вместе с ним нас есть противень застелили его пергаментной бумагой и переносим тесто на этот пергамент я воспользуюсь скалочкой перекручиваем его и здесь расправляем такой красивый сырочек ставим его в центр сверху сделали вот такие надрезы теперь поливаем оливковым маслом можно немножечко еще и захватить периметр чуть-чуть дальше базилик травки прованские потом я разбила яйцо одно размешала его и по периметру смажем тесто есть такое дело пока отставляем сторонку и раскатываем еще такой же круг даже может быть немножечко больше немножечко больше лишнее мы все обрежем обхватываем сыр делаем красиво пусть не идеально но но своими руками правильно правильно выгоняем воздух сверху снова смазываем яйцом теперь на мелкой терке натираем твердый сыр у меня сыр юнг альтернатива пармезаном грамм 70 я думаю будет достаточно по периметру посыпаем сыром ой какой ароматный этот сыр уже можно включать духовку на 190 градусов снова травы немного базилика теперь делаем на отрезы по всему периметру вот этой штучкой удобней будет делать теперь делаем волшебство закручиваем лучики лучики добра я надеюсь вам видно я сделала небольшую ошибку много сыра много сыра как я вот сверху посыпала нужно было поместить между слоями это моя спешка и невнимательность девочки и мальчики так что вы сделаете правильно первый слой выложили положили камамбир в центр и по периметру все посыпали обильно сыром сверху уже смазывайте яйцом приправами разрезаете скручиваете и уже в таком состоянии свернуто можно сверху еще сыром чуть-чуть а основной сыр чтобы был у вас на первом слое теста вот так как я немножко поспешила я делаю так просто некоторый сыр будет на противне и он будет гореть вот это вот минус но вкус будет тоже замечательный эстетика будет тоже красивая но задумка была такая сыр должен был быть внутри ну ничего вы сделаете правильно а готовлю я на канале чтобы вы учились я учусь вместе с вами ничего страшного так вот это тесто которое у нас не смазано смазываем готовится минут двадцать наверно ну как тесто зарумянится оно будет готово это сигнал что пора доставать вот верхний и нижний тент включаете чтобы был красивый загар у теста вот из оставшегося теста можно сделать тоже вот такие слоечки с сыром я сейчас быстренько замучу и еще хочу сверху украсить немножечко кунжутом если честно я даже немножечко расстроилась что я сыр забыла ну ладно я снимаю так как оно есть не обманываю не обманываю сделала ошибку сразу вам об этом сказала очень красиво мне кажется все отправляем запекаться буду повторять это тысячу раз почему камера не передает ароматы это невероятный аромат это так красиво так выключаю духовку не буду вас томить секундочку 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 ой так ушло у меня ровно двадцать минут на эту красоте даже я совершила ошибку но это никак не повлияло на результат вы посмотрите какое солнышко получилось ну вы посмотрите какое солнышко этот звук боже как это пахнет я очень аккуратно переложила на красивую доску ой я в предвкушении ребята я в предвкушении значит что нам необходимо сделать не знаю может быть я еще рано это делаю но мне не терпится мы отрезаем крышку она легко поддается а боже Боже, 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 боже. Да, это именно то состояние, которое нам необходимо. Итак, отламываем кусочек. Окунаю, боже. Вы посмотрите. Сейчас будет дегустация. Дегустация. У нас же еще есть журавлыный соус. Я хочу попробовать. Ум, 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 ум. Мои хорошие, вы обязаны приготовить это блюдо и угостить своих гостей. Выглядит очень празднично. Не стыдно подать гостям на праздничный стол. Это очень вкусно. Пробуйте. Всем приятного аппетита и доброй тихой ночи. Что, ты попробовал? Что именно, а то в середине? Да. Отламываем вот этот кусочек. Ну, отламываем. Ну, отламываем. Вот это? Да. Все равно все. Да. Окунай в сырочек. А это что? Это крышечка от сырочка. Ее есть можно? Да, потом. Хереть. Там все можно съесть. Давай. Ого. Хорошо. Глубина какая-то. Хорошо, окунай. Как вот так. Так, кстати, муж выбирал камамбир. Да, я выбирал. Я гляну. Давай. Еще окунай. Денис пришел. Денчику такое надо. Класс? Денис, а ну. Без роты. Иди. Иди. Единчику. Денис. 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 Продолжение следует...